Девушки отдыхают Ну что, дорогие друзья, мы находимся сейчас в Лондоне. Пересадка. Через некоторое время вылет в Эдинбург, Шотландия. Ну и сейчас я посмотрю, куда нам таки выходить. Я в Шотландии, в Шотландии. Не поехал Пашка со мной. У него операция замечается. А я в Шотландии, в аэропорте. Сейчас ухожу на улицу. Еще долго шагать по траволатору. И меня будет встречать мой компаньон по моему семинару тяжелоатлетическому Липейджа. Дорогие друзья, в Шотландии был много раз. Последний раз в Шотландии был в 2015 году. Вот спустя 4 года я возвратился опять сюда. О, вот Липейдж. Здравствуйте. Здравствуйте. Погода сегодня, как сказал Ли, солнечная. Вот такие вот облака. Да, немножечко солнышко есть. Ну, считается, в Шотландии солнечная погода. Ну, говорят, что типа я привез. Но я не буду приличаться. Просто совпадение. Хороший шотландский Эдинбургский день. Сейчас мы следуем вместо локации, где я буду находиться в гостях у семьи Пейдж. Планирую все-таки сегодня попасть уже доктору Дагласу Эдмундсу. Величайшему человеку, который вывел свет. Такие имена, как Жадруна Савискос. Такие имена, как сегодня уже тур Джориус Брюнсом. Ваш покорный слуга Михаил Чикотеляев тоже благодаря этому виду спорта силовой стрима. Международное название стронгман спорт. Тяжелая атлетика сделала сильный силовой стрим. Стронгман спорт сделал немного популярнее. Ягуар. Спортгар. Великобритания. Опа! Оно так окей. У них как у нас левостороннее, у них правостороннее. И руль у них справа у ребят. Выехал я сегодня из дома в 3 часа. Вернее в 2.30. И глядя на часы сегодняшние мои. И вот в ровно в 11 часов по местному времени я оказался в Эдинбурге. Ну что, друзья, мы приехали немножечко запитаться, перекусить. Также продолжается мой пост православный, поэтому никакого мяса, никакой рыбы. Вообще-то страстная неделя вот эта, но есть батюшки, которые путешествующих благословляют на морепродукты. Поэтому сегодня я, может, какую-нибудь креветку да и съем. Потому что, если честно, с дороги вроде бы не устал, но это я себе говорю, что я не устал. Организм говорит, что под уставши-то мешание надо подкрепиться. Я люблю поигрывать. Пожалуйста, есть автоматы. Но на автоматах никого здесь нет. О, короче, вкусное меню. Обед, картофельно-морковно-чесночно-капустно. И себе взял индейку. И мы выходим, как сказал, клипейдж. Забегаловка среднего класса, то есть на троечку. У нас бы такая забегаловка была бы на пятерочку. Очень вкусно все было. Очень вкусненько, но очень вкусно. Мы пришли в музей, который основали память кораблю, который называется Discovery. В свое время на этом корабле, на этом судне, один капитан Скотт, по-моему, или Смит, капитан Смит, первым отправился в Антарктику и первым в Антарктике забил флажок Британской империи. Вот даже здесь все, все, что говорит об Антарктике. Вот такие вот пингвины, шляпы, вот такие вот. И все, что связано с этим местом. Сейчас мы зайдем. Господин мистер Липридж пригласил меня для посещения этого корабля Discovery. Вот его модель, сделанную в 1901 году. Здесь немножечко шотландского вискаря в виде таких вот бутылочек. Мистер Пейдж. Все, мы идем. Сопружница Ли, молодинка, как Оксана Егоровна моя. Сопружница Ли, молодинка, как Оксана Егоровна моя. Посетили музей исследователей Антарктики. Короткий очерк о героях прошлых лет прошлого века. А вот здесь прохладно, действительно, действительно, прохладно. Прохладно здесь, да, так похоже, как будто мы находимся в снегах. Следователь какой-то берет забор. Сейчас такой поворачивается, там Саня Миняненко. Здорово! Здравствуйте, здравствуйте, люди добрые. Поворачивается Александр Миняненко и говорит, Митер, ну давай здесь боремся. Смелые люди. Разговора нет. Я вам расскажу чуть позже, друзья, о наших смелых людях. Небольшую историю о наших моряках. Но это будет чуть позже. Архангельск. О, и Архангельск еще. А ты записался добровольцем? Вот этот корабль, это судно Discovery, которое дошло до Антарктиды. Сейчас мы за него узнаем побольше. Welcome to the boards. А судно-то, я вам скажу, друзья, с виду вроде маленькое, на самом деле, издалека маленькое. А на самом деле оно довольно-таки просторное. Вот кают-компания. Вот у капитана Скотта комната, собственно. Проходить не будем, так заглянем немножечко. Ну такая, как всегда, у капитана Скотта. У всех капитанов она лучше, чем у остальных, но на то он и капитан. Король Англии с королевой. А король Англии, это на Николая похож. 47 человек размещалось на этом судне. В августе 1901 года они вышли из портового города Данди. Данди. И отправились, собственно, на исследование Антарктики. Это лазарет для больных людей. И вот тут видно, что цинга, цинга поразила маримана. Это карта, или плотницкая, скорее всего. Куб готовят. Красава. Картошка. Капуста сухая. Ну и, наверное, это индейка. Даже запах здесь есть, готовящийся к еды. Здесь холодильник. Холодильная комната. Там она вдалеке. Кошечка лежит спит. Похожая на нашу Матину. А этот похож на моего батю. А вот здесь продовка. Великолепно отрезал мне оказаться в то время. В таком корабле. Исследовать. Сахар, здесь мука. Добавляем немножко. Опа. И где-то во временном континуме. Перед одном из моряков поднялась швабра и подмела пол. А он уже такой, знаешь, в бреду. Говорит, капитан, я видела, поднялась швабра и подмела пол. Что это могло быть? Это просто человек из будущего. Вернее, в будущем поднял. И подмел немножко пол. Шоколад. Оцеление. Сыр. Здесь уже отделение обладает металлическим изделием. Я так думаю, здесь уже движет к носу. Идем. Стоит он, да. Дом уже, да, работенка была. Помимо того, что паруса, тут еще и угольком. Чтобы что-то было, нужно что-то делать. Пожертвовать кораблю. 200. 300. 400. 400 рублей. Потому что 400 рублей, это... Четверка, это мое любимое число. Поэтому я всегда жертвую. Ну, это примерно 4 фунта. Вчера я находился в Кремле, города Астрахани. В Кремлемской... На самой вот точке высокой, в часовне. А сегодня нахожусь на корабле Discovery в Шотландии. В городе под названием Данди. Вот это вот судно в свое время исследовало Антарктику. Во главе с капитаном Скоттом. Это, друзья, чтобы что-то было, нужно что-то делать. Желаю вам что-то делать. Чуть позже я вам расскажу о другом судне, которое не то что постигло неудача, скорее всего, постигло победа. И оно живет в нашей памяти, в памяти людей, которые знают об этом судне. И чуть позже я вам о нем расскажу об этом судне. Небольшой анонс. Друзья, это пивная фабрика. Не знаю, зачем меня сюда привели. Я тебя не пью. Такое ощущение, что люди понимают, что я хочу бахнуть, но бахать я не буду. Здесь они варят пиво. Ну, это вот их продукция. Хочется спросить, тетенька, а есть у вас просто газировка? Вот, все есть. Давайте. Черри. Но алкогол? Но алкогол. Окей. Попросил газировки, вот вам газировка. Газировка. Нет, гази... Газировка. Ровка. Правильно. Газировка. Вот, ребята, попросил газировки, дали газировки. Друзья, вы поняли, мы находимся на пивном заводе, пивной цех в городе Данди. Меня вот Ли Пейдж пригласил сюда. Этот вот экскурсовод, ну, парень, ну, главный технолог по производству пива. Это вот, я так понимаю, матушка этого завода. Что самое интересное, друзья, это искушение. Это искушение попасть в посадящий. То есть весь пост... Здравствуйте. Здравствуйте. Вот. Весь пост, то есть, воздерживался, и тут в страстную неделю попал прямо-таки, самое пекло попал на завод по производству пива. Самое жесткое пиво 17,5 градусов. Это просто какой-то убой. Все это вот разливается в такие кеги. А здесь уже готовое, уже готовое изделие. Вот, смотрите. Нортермонг. Но мы держимся изо всех сил, потому что нам предстоит бой с Александром Емельяненко. И я буду готовиться к этому бою, впадая в искушение, но не в искус. Я впадаю сейчас в искушение. Я искушаюсь. Заводиком здесь запах очень вкусный, приятный запах хлеба, солода. Я думаю, вот эти ребята разводят там наверху начальные пивные, так скажем, зачатки. И, собственно, не соблазнили. Это вот машина Али, рабочая. Вместо моей дислокации. Вот такие вот прекрасные уютные домики здесь. Вокруг красота. Оригинальные витражи здесь. Орган наверху. Вот такое здесь пианино. Место, я понимаю, для проповеди. Вот здесь уютненько. Вот витражи. Оригинальный витраж. Ну, а что, по большому счету, войны-то и не было здесь никогда. Ну что, дорогие друзья, день второй в Шотландии. Мы с моим другом Ли Пейджем собираемся посетить дом великого и могучего человека, который придумал строммэн спорт в 1977 году вместе с еще одним великим человеком Дэвидом Вепсером. Едем мы доктору Дайласу Эдмонсу, моему шотландскому батьке, который дал мне дорогу в мир силы, который сделал меня популярным вместе, как говорится, с Володей Турчинским. Ну что, вперед. Нас ждет карманок. Два часа, и мы там. А между тем, дорогие друзья, мы заехали в Кинг Кестл. Это название городка небольшого, где проживает один из моих соперников в прошлом соревнованиях Highland Games, Игорь Горцев, Джимми Бар. Такой рыжий, краснокожий шотландец, с злым таким лицом, но очень хорошим, добрым нравом. Сейчас мы его увидим. Раньше Джимми Бар с мистером Гей Бейджем работали в ночном клубе охранниками, вышибалами. Мистер Бар. Два старых друга, да. Взял с собой он вискарь, он думает, что я буду бухать. Ребята, а бухать я не буду. Все равно я не буду бухать, но с собой возьму. Пошли заправляться. Вот о чем я говорил, идет дождь, погода очень быстро меняется. Поселение под названием Карманок. Друзья, это мой шотландский батька. Очередная книга от доктора Дагласа Эдмуса. «Somebody up there loves me». И здесь, конечно же, есть обо мне кое-что. Вот оно. Ну, это очередная книга, уже третья. Первая книга была подарена в 2005 году. Вторая книга была подарена в 2014 году. Это третья книга для меня. Очень дорогая, дорогая. Подпишите, пожалуйста. Друзья, как-то я рассказывал, не помню где. Про вот этот меч. Это меч, двуручный меч Уильяма Уоллеса. И ковался он именно так, чтобы конец рукояти упирался в подбородок владельца меча. Грубо говоря, Уильям Уоллес был вот такой. Они как его снимают, сняли в фильме Мэла Гибсона. Мэл Гибсон, на самом деле, небольшой парень. Где-то сантиметров на пять, наверное, на восемь Уильям Уоллес был выше меня. Мой рост метр девяносто два. А Уильям Уоллес был, скорее всего, вот такой. Потому что это реплика, так называемая, реплика меча Уильяма Уоллеса. А здесь вот на заднем плане, вы можете снять, вот здесь, вот там пасутся коровы. Вот. Вообще, доктор Даглас Эдмундс поднял свои капиталы на работе с алмазами в Южной Африке. Работал по-настоящему, пахал на добыче алмазов. Заменитая гостиная, где собирались раньше силачи, когда приезжали выступать на соревнованиях. А здесь, вот смотрите, что находится здесь. А здесь находится мой подарок Дагласу Эдмундсу. Так. Так. И для меня весна придет, а для меня дон разольется. Там сердце, шалобана забьется с вас. Органы чуть-недаляй. Там сердце, шалобана забьется с вас. Органы чуть-недаляй. Гладис. Это, если я не ошибаюсь, Гладис. Меч гладиаторов. Вот доктор Даглас Эдмундс и его друзья. Это вот они столбы держат, это называется. Кейбар. Джон Пол Сигмарсон. Лучший друг доктора Дагласа Эдмундса. К сожалению, в 1997 году, в возрасте, если не ошибаюсь, 32, по-моему, лет, он скончался сердечного приступа. Вот очень был любим публикой. На тот момент очень много людей его знало. Да и сейчас в Шотландии его очень много людей знает. Джон Пол Сигмарсон, исландец. Всегда с пустыми руками не останусь. Сейчас подарю бескозырку Дагласу. Но вначале съездим на Мемориал в Арягу. Поэтому поехали, друзья. Съездим, я расскажу вам об этом. Мы поехали. Let's go. А вот там вдалеке, вот это вот, это Илсекрик. Остров, на котором добывают камень для керлинга. Шотландия все-таки больше маградная страна, потому что все в полях, все благоприятствует росту растений больше. Но есть у них и металлургия развита. Если кто-то думает, что это снег, здесь не жил, то это не снег, это накрытые, а растения какие-то, культура. Собственно, вот сам памятник русскому крейсеру «Варяг». Установку памятника благословил святейший патриарх Московской всей Руси Алексий II. 1901-1920 год. Что лично я знаю о крейсере «Варяг»? Понятно, история всем давно известна. Из разных источников складывается такая для меня лично картина, мозаика. Русско-японская война 1904-1905 года. Крейсер «Варяг», канонерка «Кореец» столкнулись японским флотом из 15 кораблей. Японцы объявили, показали сигналами «Сдавайтесь», русские показали сигналами «Не сдаемся». И сделали самозатопление. Часть экипажа погибла, какую-то часть взяли в плен японцы. Но через какое-то время японцы сделали из крейсера «Варяг» учебное судно для своих моряков, своих курсантов. Дальше началась Первая мировая война. Образовался блок Антанта, Франция, Великобритания, Россия, которые ступили в войну с Германией, Японией, Австро-Венгрией, по-моему, Италией, если не ошибаюсь. В итоге началась эта Первая мировая война. Как пишут в 1940-1920 году, в итоге, опять же, из одних источников вступили в схватку на море моряки флотилия Великобритании и Германии. То есть японцы передали, получается, Германии во владение этот крейсер «Варяг» уже. То есть он воевал. Получилось так, что они взяли его в плен, корабль сдался, именно германское руководство решило сдаться. Они взяли его в плен и повели его к себе, в Великобританию. И говорят, что не дошел этот корабль, он затонул. Но у меня складывается впечатление, что, опять же, это сугубо, так скажем, может быть какая-то паранойя у меня. Но мне все-таки кажется, что именно они могли его не затапливать. Он мог дойти, так скажем, в доки британские. Но вот где-то вот здесь говорят, что вот Илза-Крик, это, кстати, вот этот Илза-Крик, это остров, где добывают камень до керлинга. И где-то вот здесь вот, посередине, где-то в километрах, наверное, в 15 от берега, именно и покоится крейсер «Варяг» ныне. Проводя такую параллель между героическим судном под названием «Дискавери», то есть шотландские мариманы, матросы ходили под парусами, следовали, открыли для себя Антарктиду. Корабль стоит в городе Данди, сейчас из него сделали музей, сейчас, а вот наш корабль, корабль-судно русской доблести, чести и отваги находится возле берегов Великобритании, а именно в Ирландском море, у побережья Северной Шотландии. То есть такой тройной намек, намек и ирландцам, намек и шотландцам, и такой тонкий намек и русским, мол, все равно победа будет за нами, за ними. За кем непонятно, но я так думаю, что это сакральный какой-то такой знак, то есть переплетение вот этих вот событий, русско-японская война, первая мировая, но в итоге история говорит о том, что героический крейсер «Варяг» находится вот именно здесь. Я как матрос первой статьи, пускай в спортроте я служил, но по контракту проходил службу в Североморске, без козырки у меня нет, а так получилось, что от курсантов ЧВВМУ имени Нахимова в том году в Севастополе мне подарили вот такую без козырку. Вот она. И я хочу позвать моих друзей помянуть старой русской традицией, не чокаясь, но without, не чокаясь. Ну и как матрос первой статьи отдать честь. Так что вот так, молодые люди, такие вот путешествия, переплетения вселенские или божий промысел Так вот получилось от курсантов Нахимовского училища в память, получается, крейсеру «Варяг» отдали честь, собственно, и от меня также. Помните героические поступки, друзья? Из этих героических поступков мы создавали наше великое государство. Сегодня, конечно, это не модно и не популярно об этом говорить, но кто-то должен говорить об этом. А с шотландцами мы, друзья, имели честь повоевать в Крымскую войну. В свое время есть такая картина, называется «Редлайн. Красная линия». Это было однажды, когда шотландцы и русские воевали друг против друга. Решили скупаться, ну и я решил скупаться, а мистер Пейдж решил поддержать его, скажем, традиционно в моем процессе еженедельного питания на лотной воде. Я думаю, градусов 14 точно, если не меньше. Вот, друзья, переплетения разные вселенские бывают. И вот, ребята-кусанты Нинахимовского училища, вот это, на этом почтенном человеке тоже, который сбороздил множество морей, теперь будет храниться здесь как память о нашей дружбе, дружбе России и Шотландии. Ну что, дорогие друзья, мы покидаем на время дом доктора Дагласа Этмунса, вот с ребятами. И в августе месяце на Глаздо Грин мы увидимся. Грегор! Здравствуйте! Как дела? Глаз. Друзья, один литр бензина стоит 100 рублей. Короче, вот уклон идет отсюда туда. Но она едет туда. Да, смотрите. Она едет в эту сторону. Видите? Она должна ехать туда. В ту. Вышел из машины. Все, едет. Она должна ехать вниз. Туда вот. Вон туда вниз. А так она катится вперед. Вон туда. Притом разгоняется. Разгоняется. Вот такая вот история. Все, вот здесь она встала. Встала. Такие вот дела, друзья. Кто хочет, тот всегда найдет. Здравствуйте, братья и сестры. Я поздравляю вас с Великой Субботой. И поздравляю вас с грядущим праздником, одним из самых главных праздников православных христиан, Пасхой, озетворяющим бессмертие души. Великий пост подходит к концу, но покаяние в молитве остается беспрестанным. Всем крепости духа, здоровья и мир вашему дому. С праздником. Иисус воскрес. А ты можешь repetить, воистину воскрес. Воистину воскрес. Воистину воскрес. Да. Да. И? Крат, да? Да. Братья и сестры, Христос воскресе. С праздничком. Да, этот замок не так было бы просто, я думаю, взять. Мы едем к монументу Уильяма Волоса, дорогие друзья. Вот. Осталось немножечко, буквально пару минут на езды на машине. Постовые, вековые деревья стоят. То есть, когда мало земли, понимаешь, что, кстати, чего-то мало, нужно экономить. И они экономят. Поэтому немножко скуповаты, но скупость у них, скорее всего, не от их характера. Все-таки скупость идет из-за вековой экономии. Опять же, небольшая земля. Это у нас много всего, и мы знаем, что если мы что-то потеряем, то мы обязательно что-то найдем новое. Потому что страна огромная, возможностей много. Желаний бывает, не бывает. А так, пожалуйста. Мемориал. Как ни разу. Вылим в Волосу героя шотландского эпоса. Хотел независимости. Я был предан королем Робертом Брюсом. Погода шепчет. Займи и выпей протеина. Магазинчик сувенирный. Такие вот сувениры. Туристическая. Я вызываю тебя на бой, Уильям Уровец. Мой немец Илья Муровец. И мы, друзья, сейчас едем к монументу Уильяма Теки Волоса. Прекрасный контент. Спокойный. Ничему не обязывает. Не развязывает никаких негативных эмоций. Чисто все в легкую. Ух ты, огроменный. Хорошая солнечная погода. Видна вся долина. Ну что, теперь мы пошли-таки наверх. Небольшое кардио. Красотища. Друзья, кай сплошной. Воздух свежий. 15 градусов тепла. Попахали нормально. Все получилось. 5 тренировок за 4 тренировки. Сувенирование. В Шотландии. Мордор. This is Mordor. Freedom! А еще хочется сказать вам, друзья, что в последний раз я был здесь в 2015 году. Казалось мне, что я больше никогда сюда не вернусь. Ну вот, я думал, что уходом из меня той силы богатырской, богатырской силы протеиновой, за счет которой я прославлял в первую очередь себя. Я думал, что что-то изменится, изменится в худшую сторону, что именно пока я сильный, я буду интересен, буду нужен приглашать. На самом деле, на самом деле, этот миф, это был миф мой придуманный. И долгое время я пребывал в состоянии в таком, что кончилась сила, кончилось все. Жизнь продолжается. Поставлены новые цели. Нет, цель, подраться с Емельяненко, она, конечно, большая. Ту цель, которую я хотел достичь, это скинуть вес. Сейчас она воплощается в жизнь. Я думал, что никогда уже не поем шотландского пирожка, не попью настоящего аэрон-брю. Но все, опять случилось. Я так думаю, что разборки в 90-е в России были покровавее, чем битва при Стервенбурич. Воскресный шотландский день. Мы находимся в порту города Эборф. Что-то сидим, он предложил съесть fish and chips. Тишина, никого почти что нет. Вообще, здесь, честно, не так людно в этих городах. 25 тысяч народу живет в этом городке. Корабли на воду, вот по таким вот рельсам. Все грамотно, мы на разводном мосту стоим. И вот туда в воду выходит судно. Как будто какая-то машина времени в каком-то, вообще непонятно. Перемещения какие-то такие во времени и в пространстве. Я была 15, вот уже 40. В школу хожу, в Челябинске, в 29-ю. Среднеобразовательную школу. Кто на краю географии, на острове. Чудные дела твои, господи. Маркус on the shore. Он закрытый, поэтому мы сейчас ничего не поедим. Лобстеры, крабы, крабья, сало. Друзья, а мяса ей не хочется почему-то. Как всегда, утром, конечно, в таком состоянии. Без мяса. Такое вареное. Жизнь продолжается. Будем ждать сегодня рыбу. Много. Ну вот одна из достопримечательностей называется Чарч. Забыл, как они назвали это слово. Sorry about my English. Короче, какая-то церковь. Откуда на корабле заезжали сюда. И вот там, за мной, вот там, в этом месте распивались крепкие спиртные напитки под названием, ну, я так понимаю, виски. Вот мы прогулялись, спустились вот оттуда, вот отсюда спустились. Прыг, спрыгнул сюда. Эх, нормально сделали, два семинара провели. В августе планирую приехать еще сюда. Сделать семинар, сделать семинар в Глазгу. Ну, посмотрим, может какой-то тур шотландский будет. Находимся мы на краю географии, опять же в Шотландии, недалеко от города Эбберол. Любуемся редкими солнечными днями, весенними страны Шотландии. Это, друзья, северное море, холодное, очень. Чайки, камни, скалы и шотландское гостеприимство. Вот, желаю вам когда-нибудь посетить эту прекрасную страну. Страну с долгими традициями, сильными, крепкими. Вот, а шотландцам желаю независимости. Ну, все, друзья. Я, друзья, поехал домой. Здорово было. Сделал практически все, что запланировал, даже немножечко больше. И, как всегда, приехал с одной сумкой, а уезжая с двумя. Но хочется домой уже. Семье соскучился. Ужасно соскучился. По детям, по жене. И вновь продолжается бой. И сердце тревожно в груди. И Ленин такой молодой. И юный октябрь впереди.